партнер выпуска новостей торговый дом планета безопасности да называется царица вода вы знаете что в россии почти три миллиона рек представляете широких и узких самых маленьких и в этих книгах собраны истории сказки из разных уголков страны в приморье специалисты группы русгидро дгк и дрск провели презентацию книги царица вода сборника сказок легенд стихов посвященных рекам и озерам россии книга царица вода издана в санкт-петербурге по инициативе компании русгидро над красочным и интересным по содержанию сборником работали известные детские писатели а также энергетики работающие в компании прежде чем узнать о содержании книги школьники посетили музей артемовской тэц где архивариус наталья юшина рассказала об истории строительства станции работе в годы войны современном развитии и о людях обеспечивающих приморцев светом и теплом любая экскурсия очень важно во-первых от того что она познавательна интересно развиваем кругозор детей ребята если вы сейчас увидите довольны и счастливы море положительных эмоций также школьники узнали о том как поступает электроэнергия в дома и о мерах безопасности при обращении с электричеством механик из приморского филиала дры ска виталий шахно напомнил ребятам о правилах электробезопасности и необходимости обращать внимание на предупреждающие знаки для евы это первая экскурсия на артемовскую тэц теперь о реках и озерах ученица может узнавать не только на уроках географии но и благодаря книге царица вода в заключении мероприятия энергетики подарили ученикам второго класса школы номер два города артема по книге царица вода издание которое будет увлекательным и интересным не только для юных читателей но и для тех кому интересны история мифология сказания и предания а также сказки и былины о реках озерах о таинственных силах природы и их отношениях с человеком дмитрий беломестнов игорь болтов новости на восьмом за время прошедшего гастрономического фестиваля корюшки в приморском крае было съедено около четырех тонн зимней рыбы эта цифра в два раза превысила прошлогоднюю отметку фестиваль приняли с большим интересом как местные жители так и туристы в этом году фестивале приняли участие более 20 ресторанов в которых можно было отведать традиционную жареху по специальной фестивальной цене 100 граммов 100 рублей для тех кто хотел поэкспериментировать и попробовать что-то необычное в каждом ресторане предлагали несколько дополнительных блюд из корюшки здесь фантазиям шеф-поваров не было предела супы и салаты копченая и маринованная рыбка и даже бутерброды и бургеры некоторые фестивальные блюда так полюбились гостям что рестораны решили оставить их в качестве сезонного предложения организаторы отмечают что в следующем году фестиваль планируется провести традиционно в середине января в двух районах приморья хасанском и октябрьском где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан китая с российским видом на жительство ввели режим чрезвычайной ситуации сообщает пресс-служба правительства края в этих районах граничащих с китаем созданы спецпункты куда направляют прибывающих в страну китайцев еще один изоляционный пункт располагается в артемовском городском округе медики встречают таких пассажиров в аэропорту на автомобильных и железнодорожных вокзалах гражданка н.р. на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок чувствительных коронавирусу после пациентов направляют в изоляционные пункты где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты жертвами нового коронавируса в китае стали уже более 300 человек заражены более 14 тысяч еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне китая жители владивостока жалуются на выросшие цены на китайские овощи и фрукты в магазинах краевого центра в социальных сетях люди делятся информацией отмечают что продавцы переписали ценники так суражевские огурцы продают по 400 рублей за килограмм цена на помидоры и вовсе доходит до 900 рублей напомним сейчас россия закрыла границы с китаем о первых двух случаях заболевания коронавирусом в россии вице-премьер татьяна голикова сообщила 31 января пациенты граждане китая случаи заражения выявлены в забайкалье и тюменской области сейчас заболевшие находятся на карантине и получают медицинскую помощь вирус передается от человека к человеку его симптомами является повышенная температура быстрая утомляемость и кашель отметим с 3 февраля пассажирское железнодорожное сообщение с кнр остановлено заявили в пресс-службе ржд в деле восток цемента появились третьи лица рассмотрение 30 января в советском районном суде гражданского дела о взыскании более трех миллиардов рублей секс мэра владивостока игоря пушкарева бывшего генерального директора восток цемент андрея пушкарева бывшего гендиректора моб дороги владивостока андрея лушникова а также шести предприятий входящих в группу компании восток цемент закончилась неожиданно для всех участников заседания сообщает ревладньюз со ссылкой на газету владивосток суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о привлечении к процессу в качестве третьих лиц администрацию владивостока и муниципальное казенное учреждение дороги владивостока до 11 июня 2019 года бывшее муниципальным унитарным предприятием до этого судья дважды отклоняло аналогичное ходатайство кроме того было удовлетворено ходатайство защиты о привлечении к делу первичной документации по контрактам между муб дороги владивостока и предприятиями холдинга предоставленных суду 81 коробки и приобщенных к материалам дела чтобы успеть ознакомиться со всей документации заседание суда будет продолжено теперь 3 марта в приморье появится центр управления регионом речь идет о государственной информационной системе которая помогает властям работать с обращениями жителей и оперативно решать различные вопросы в конце года в крае побывали разработчики информационной системы представители московского центра информационно-коммуникационных технологий по итогам встречи в приморье выбрали сразу три пилотных отрасли для внедрения цур это здравоохранение транспорт и туризм в дальнейшем опыт планируется распространить и на другие сферы экономики была создана тепловая карта края красным желтым и зеленым цветом обозначили разные территории в зависимости от того насколько довольны или недовольны их жители состояние выбранных сфер следующая встреча представителей правительства региона с разработчиками цур планируется уже в этом месяце приморье лидирует по количеству заявок на дальневосточную ипотеку об этом на своей странице в сети инстаграм рассказал губернатор края олег кожемяка в крае из почти 1800 заявок одобрено 84 процента губернатор отметил что видя увеличение спроса у людей на новостройки во владивостоке специалисты продумывают ряд мер для сдерживания цен на жилье и их понижение также он отметил что по результатам совещания с полпредом юрием трудневым было принято решение применить во владивостоке новые программы застройки это будут отдельные земельные участки под строительство домов с подведенной инфраструктурой напомним ранее заместитель председателя правительства россии юрий труднев отметил рост цен на жилье во владивостоке в приморье ведут новую меру социальной поддержки для многодетных семей супругом чей общий доход не превышает двух прожиточных минимумов будут компенсировать расходы на вывоз мусора к слову проблемная ситуация с вывозом на сегодняшний день стабилизировалась работе подключились администрации муниципалитетов жилищные инспекции управляющие компании региональный оператор организации которые нарушили взятые на себя обязательства по уборке твердых бытовых отходов понесут большие финансовые потери и могут покинуть рынок все подобные случаи фиксируются и попадают на контроль соответствующие ведомства случаях когда мусор не убирался гражданам будет сделан перерасчет это касается жителей нескольких районов владивостока и лесозаводска а во владивостоке начинается реализация программы тысячи дворов жители 194 дворов города подали в мэрию заявки на асфальтирование жители девяносто одного двора пожелали установить детские площадки и 53 двора проголосовали за установку спортивных площадок все заявки сейчас рассматриваются специалистами сколько дворов в результате попадут в программу 1000 дворов станет известно феврале в случае асфальтирования приоритет будет отдан тем домам жители которых готовы к софинансированию в размере пяти процентов с дома а случае установки детской и спортивной площадке преимущества будут иметь те объекты которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов участвовать в программе могут именно дворовые территории на благоустройство скверов и парков во владивостоке финансирование будет выделено по другим программам напомним в прошлом году программа была реализована по 317 адресам везде ремонт полностью закончен в 2020 году для реализации скроевого бюджета муниципалитетам направлено более 1 миллиарда рублей капитально отремонтировать несколько школ во владивостоке распорядился глава города так примеру в этом году будет сделан новый современный фасад в школе номер 42 на стонюковича 31 а в прошлом году в школе была установлена новая автоматическая пожарная сигнализация и обновлена кровля в этом году помимо фасада в учреждении заменят окна на пластиковые и отремонтируют актовый зал также запланировали капитальный ремонт в 67 и 69 школах напомним ежегодно планы по ремонту составляют руководители образовательных учреждений массовые ремонты начинаются летом чтобы не мешать учебному процессу но некоторые виды работ проводят уже весной в дальневосточной столице началась запись детей в первые классы традиционно с этого дня и до 30 июня приписать ребенка можно к той школе которая закреплена за территории регистрации или место пребывания будущего первоклассника а вот уже с 1 июля родители могут выбрать любое другое образовательное учреждение при наличии в нем свободных мест традиционно большой интерес у родителей вызывает учреждение в микрорайоне снеговая пать желая быть в числе первых они даже дежурят у школ района ночью при этом по словам специалистов необходимости в таких дежурствах нет записать ребенка свободно можно через портал госуслуги а также при личном обращении напомним что всего в краевой столице первокласса готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений партнер выпуска новостей торговый дом планета безопасности хотите знать когда приходят ваши сотрудники кто звонит вам в дверь где поставить машину планета безопасности ответит на ваши вопросы никто не опаздывает только желанные гости нет проблем с парковкой а а а а а а а а